Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами нашего познания. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сны содержать послания с небес? Можем ли мы узнать древние секреты сверхъестественного? Существуют ли чудесные исцеления? Сидрот провел уже более 35 лет, исследуя загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно!» Добрый день, это Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Я так часто это повторяю, потому что это правда. Мне это нравится. Мне это очень по душе. А вам? Вам как? Я обожаю сверхъестественное. Моя сегодняшняя гостья нашла ошибку, обычную ошибку, которую мы все совершаем тысячу раз на дню. Она поняла, что когда она совершает эту ошибку, сразу поправляется почти на 3 килограмма. Думаю, вы не хотите совершать такую же ошибку, а уж тем более, если вы женщина. Моя гостья заметила, что как только осознала эту ошибку, сразу потеряла 3 килограмма. Но что еще важнее, когда она перестала совершать эту ошибку, смогла очень четко услышать Господа. Так четко и ясно, как колокол. Она смогла получить все обетования Божии. В ее жизни начали происходить чудеса. Все благодаря исправлению одной маленькой ошибочки. К концу программы я собираюсь избавиться от этой ошибки. Надеюсь, что и вы тоже это сделаете. Итак, приветствуйте на нашей программе Кэти Суза. Встречайте нашу гостью. Кэти, я знаю тебя уже довольно давно. Знаю твою историю, и мне очень тяжело представить, что передо мной сидит девушка, о которой я сейчас расскажу зрителям. Помните Бонни и Клайда? Кэти была как Бонни и Клайд вместе взятые. На самом деле, до того, как она связалась с наркотиками, она была моделью, выступала на телевидении, на радио. У нее была своя рок-группа. Но затем она стала зависимой, и все изменилось. Она собирала деньги у продавцов наркотиков. Затем она начала сама производить наркотики. Вы только представьте себе такое ужасное событие в жизни человека. Смотрю вот я на тебя и не могу представить тебя в машине с наркотиками, убегающие от преследования полиции. Пули свистят вокруг. В конце концов, ты попала в тюрьму. Тебе дали 12 лет. Там ты приняла Христа. Потом покаялась. Если точнее, 12 с половиной. Точно так же сильно, как ты была связана с преступлениями. Как она сильно была связана с наркотиками. В тюрьме она посещала христианскую группу. Представляю, что там было очень весело. Я знаю, что ты учишь тому, на что очень часто не обращают внимание христиане. Из-за своего невнимания люди не получают тех обетований Божьих, которые приготовлены для них. Иисус сказал, «Верующие в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше этих». Христос так сказал, а значит, это чистая правда абсолютнейшая. Мы знаем, как родиться свыше и получить прощение наших грехов, но кое-чего мы не понимаем. Что же это такое? Кэти, чего мы недопонимаем? Расскажи нам. Это касается нашей души. Мы должны понимать, что наш дух автоматически становится совершенным, как только мы принимаем Мессию в свое сердце. Но вот наша душа не становится совершенной. На протяжении всей жизни все, что с нами происходит, оставляет след в нашей душе. Все то плохое, что происходит с нами, ранит нашу душу. Также и все те грехи, которые мы совершаем, ранят нашу душу. В Библии сказано, как грех может повлиять на нас. В 30 главе книги Исаии сказано, «Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Здесь говорится не о физических ранах, а говорится о душевных, внутренних ранах. Все страдания и вся боль, которую мы испытываем внутри, она ранит нас. Душа изранена. А что происходит, когда она изранена? Все портится. Абсолютно все. Наши взаимоотношения начинают портиться, и это влияет на наше состояние. Мы болеем, душа изранена. И в третьем послании Иоанна в первой главе сказано, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа». А ведь многие люди не понимают этого. Мы так часто обижаемся, даже верующие люди. Мы слишком часто обижаемся, еще чаще обижаем других. Расскажи мне ту историю в аэропорту, когда ты была обижена. Именно грех обиды чаще всего ранит наши души. Нам нужно всегда быть на чеку. Так что каждый раз, когда вы обижаетесь или обижаете кого-то, в вашей душе появляется рано, а это, в свою очередь, отдаляет вас от Бога. Итак, в аэропорту, что там с тобой случилось? Скажи нам. Несколько недель назад нас долго продержали на досмотре багажа, так что мы уже опаздывали на рейс. Мы в прямом смысле слова бежали к своему выходу, иначе бы самолет улетел без нас. Мы встали на транспортерную дорожку для людей. Ну, вы знаете, такую, как эскалатор. Эскалатор. Да, я понял. Вы все, наверное, знаете правила проезда на этой дорожке. Если ты не торопишься, то спокойно стоишь с правой стороны, а те, кто спешат, такие, как я, идут по левой стороне. Итак, мы опаздываем из-за тщательного досмотра багажа. Я и моя помощница Эмми бежим по этой бегущей дорожке. Если по ней бежать, можно очень быстро передвигаться. Все пропускают нас, а одна дамочка решила, видимо, все нам испортить. Сначала она стояла там, где ей положено, справа разговаривала по телефону, и вдруг ни с того ни с сего перешла на левую сторону и встала прямо передо мной. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы остановиться и не врезаться в нее. А она стоит, ничего не замечает, болтает по своему телефону, а я пытаюсь ее обойти. Вы не представляете, какую я почувствовала обиду. Мне хотелось кричать, кричать и сказать ей, а ну-ка подвинься немедленно. Ну, вы же понимаете, что так грубить неправильно. В конце концов, моя помощница меня остановила, начала успокаивать, потому что, как вы понимаете, это выглядело совсем некрасиво. Сказала мне моя знакомая, что нет причин для расстройства. Вы понимаете меня? Мы постоянно, постоянно обижаемся на что-то или кого-то, но нельзя этой обиде овладевать нами. Важно понять, что как только мы избавимся от всех наших душевных ран, если сможем забыть все обиды и начнем жизнь с чистого листа, то увидим, как каждое обетование Божие исполнится в нашей жизни. Мы расскажем вам, как это сделать. Так что оставайтесь с нами. Скоро мы продолжим нашу программу, и вы прикоснетесь к этим удивительным Божьим обещаниям. Это сверхъестественно. Сидрот в своей книге пишет, что именно сейчас настало время показать еврейскому народу свою любовь. Мессия Христос разрушил стену разделения между евреями и язычниками. Вместе мы можем создать одну единую нацию, чтобы завоевать мир для Христа. В книге описаны знамения и чудеса, которыми Господь призывает своих детей покаяться. Именно поэтому наш сайт преисполнен доказательствами людей о чудесах. Вы убедитесь, что все это правда. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Мы снова с вами. В гостях у меня сегодня Кэти Суза. Многие не придают должного значения обидам. Обижать кого-то и обижаться самому — это грех. У этого греха есть свои последствия. Какие? Он был расслаблен в течение 38 лет. Так написано в Библии. Давайте посмотрим значение слова «расслабленный». Это означает болезнь и немощь как тела, так и души. Этот мужчина болел физически 38 лет, потому что был болен душевно. А как же это произошло? Все это последствия греха. После того, как Иисус исцелил мужчину, Он сказал, «Ты исцелен, иди и впредь не греши, чтобы чего хуже с тобой не случилось». Грех ранит нашу душу, и как следствие этого мы начинаем болеть. Обида — это тоже грех. В послании от Иакова, 5 главе, сказано, «И молитвы веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если Он соделал грехи, они простятся Ему». В своей обиде на кого-то нужно покаяться перед Богом, и тогда Он исцелит нас. Исцелит от чего? В Библии сказано, что Господь исцелит нас от болезней. А что входит в это понятие? Это и болезни, и недомогания, и бактерии, и инфекции, и даже паразиты. Все эти напасти мы сами на себя навлекаем, когда находимся в постоянном состоянии обиды. Обижаются не только неверующие, но и верующие люди. Мы постоянно находимся во власти обид. Как же нам избавиться от этих душевных ран? Что нам сделать, чтобы избавиться от греха? Я знаю, у тебя есть ответ на этот вопрос, поэтому поделись с нами, пожалуйста. Господь открыл мне силу креста и силу воскресения. Существует два простых шага, чтобы избавиться от греха и получить исцеление ран. Все это может сделать кровь Иисуса Христа. Мессия на кресте и сила, которая возникла после воскрешения. Давайте разберем эти два шага. Мы все знаем, что если согрешили, должны покаяться, и Господь простит нам их. Прощение мы получим через кровь Иисуса Христа. Именно кровь со креста очищает наши грехи. Но вот о чем мы забываем. Грехи наносят нам душевные раны. Ведь именно из-за этих ран мы начинаем болеть. Получаются проблемы именно из-за этих ран. Именно сила воскресения может исцелить наши душевные раны. Эта сила всемогущая и абсолютно всесильна. Знаешь, что эта сила у меня ассоциируется с динамитом? Да, динамит. Она как динамит взрывает, избавляет нас от душевных ран. Именно этой силой мы и можем совершать те дела, какие совершал сам Иисус Христос. Давайте я приведу вам стихи из Библии, которые доказывают это. Сила воскресения имеет несколько значений. Первое — сила, совершающая чудеса. В Деяниях 10 главе сказано, «Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета». Это сила воскресения. И он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Итак, первое значение силы — это возможность творить чудеса. Та сила, которой помазал Бог своего Сына Иисуса Христа, помогала совершать все те чудеса, о которых мы читаем на страницах Библии. Теперь давайте разберем второе значение слова — сила воскрешения. Готовы? Это означает, вы можете проверить это в Писании. Это означает иметь совершенную душу. Вы сейчас слушаете настоящее Божье откровение. Нам нужно понять, Сид, что каждый раз, когда Христос исцелял физические болезни людей, Он исцелил их души. Он проводил помазание силой Божьей, и люди наполнялись ею. Души людей становились совершенными. И, как сказано в третьем послании Иоанна, первой главе, «Ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Как же нам получить помазание этой силой? Все очень просто. Эта сила приходит в нас через воскрешение Иисуса Христа. Павел в послании к филиппийцам, третьей главе, говорит, «Хочу познать Его, Мессию, и силу воскресения Его». Многие стихи из Библии подтверждают, что это сила воскресения Христова. Это значит, что мы должны принять как крест Христа. Принять как крест Христа, так и Его воскрешение. Мне кажется, что именно этому церковь долгое время не придавала нужного значения. Расскажи мне ту историю про женщину, у которой снова появилась эмаль на зубе. Хорошо. Все мы читали притчи 26 главу, где написано, что злые слова, как смертельные раны, проникают внутрь человека. Вы читали такое, правда? Конечно. Что происходит, когда мы обижаемся? Вы начинаете оскорблять людей. Мы начинаем говорить злые, полные ненависти слова. Все мы так делаем, даже если мы и христиане. Уж поверьте мне, пожалуйста. Да, это так. В Писании сказано, что эти слова, как смертельные раны, проникающие внутрь человека и вредящие ему. Слова проникают внутрь нас, в нашу душу. Так что, когда мы говорим обидные, злые слова человеку, который нас обидел, мы раним не только его душу, но и свою. Мы будем здравствовать и преуспевать в жизни, если только душа наша будет здравствовать. Это все равно, как самим пить яд, который приготовили для других. Именно так. Если мы поймем смысл этих слов и исполненных в своей жизни, увидим, как много чудес произойдет. Особенно эти чудеса касаются нашего рта. Такие как исцеление от зубной боли, опухолей, пульпитов, восстановление эмали. Все, что касается ротовой полости. Как только мы начинаем говорить обидные слова, ранящие нашу душу, начинают активизироваться бактерии и вирусы у вас во рту? Расскажи нам, пожалуйста, как ты смогла похудеть на 3 килограмма? Как тебе это удалось? Хорошо. Я ездила по делам в командировку, и за это время я несколько раз позволила себе обидеться. Когда я приехала домой, обнаружила, что набрала 3 килограмма. Внутри меня вдруг вырос комок. Я в этом уверена, потому что перед отъездом встала на весы и весила 60 килограмм. А когда вернулась, была уже 63. Так много невозможно набрать за 4 дня. Это просто нереально. И я начала спрашивать у Бога, в чем же причина? Почему все происходит именно так? Я сначала не увидела связи между моей обидой и прибавкой в весе. Но я сделала те два шага, о которых мы с вами уже говорили. Я начала молить Бога, очистить меня своей святой кровью от того, что стало причиной моей прибавки в весе. Я попросила силу Божью исцелить мое тело и душу, чтобы я стала совершенной. Я молилась. Господь, прости меня, если я ранила свою душу. Силой своей святой, исцели меня. Я молилась и молилась. Первый раз, когда со мной это случилось, я провела 2,5 часа в молитве. Я молилась, сидя перед телевизором. Я говорила Господь, что бы это ни было, исцели мою душу и избавь мое тело от этого. Я поняла, что-то произошло. Пошла, взвесилась на весах. Я снова весила 60 килограмм. Я потеряла 3 килограмма в один миг. Я не понимала, что же произошло. Через несколько недель со мной случилось то же самое. Я все еще не понимала, с чем это могло быть связано. В следующий раз за одну ночь я поправилась на 3-4 килограмма. Я призывала Божью силу исцелить меня, мое тело и мою душу. Именем Иисуса Христа я приказала жиру растаять. Так и произошло. Я пошла спать. А наутро мой вес опять был в норме. Потом это случилось в третий раз. Это уже начало сводить меня с ума. Я могла набрать 3 килограмма за несколько часов, только потому что обижалась на что-то или на кого-то. Такое же сало, как у свини, находилось у меня внутри. Это было просто отвратительно. Свиной жир был внутри меня. Тогда я решила прочитать заново самую знаменитую историю Писания про стадо свиней, в котором был легион демонов. Вы помните, Иисус изгнал из бесноватого легион демонов, повелел ему войти в свиней, и они упали с утеса и погибли. Жители того города сказали Христу покинуть их город. Они были обижены. Да, так. Ведь они потеряли свиней, а это был их заработок. Написано, что им стало страшно. Для меня стало ясно, люди испугались, потому что они были обижены. Они потеряли свой доход, свой заработок. Я поняла, что Господь хочет открыть мне что-то. Наши обиды могут принести в нашу жизнь много всего плохого, в том числе и то, о чем мы говорили. После этого мне сразу стало понятно, почему я набираю вес так быстро. Всему причины моей обиды звучит, конечно, невероятно. Всю дорогу домой я молилась и просила прощения, молилась и каялась во время всего полета. Я просила, чтобы кровь Христа меня очистила, а сила Божья исцелила мою душу. И, придя домой, я обнаружила чудо. Встала на весы, посмотрела на циферблат, но вес так и не уменьшался. Я так и весила 63 килограмма. Тогда я легла на кровать, положила руки на живот и начала молиться. Господь во имя Иисуса Христа, очисти мою душу, силу Своей. Я верила, что моя душа очистится и станет совершенной. Я призывала Божью силу. Я не вру, Бог не свидетель. Это чистая правда, иначе бы Бог не позволил мне прийти сюда к вам. И буквально меньше, чем через минуту, мои руки снова опустились. Опухоль внутри меня исчезла. Мы должны понять, что Христос умер для исцеления наших немощей, исцеления рака, инфекции, диабета, любой болезни. За все наши болезни Христос уже умер. Господь готов исцелить вас. Мы скоро вернемся к истории Кэти Суза. Вы бы хотели, чтобы эта девушка помолилась за всех тех, кто сейчас находится у нас на программе? Вы бы хотели, чтобы она помолилась за вас, наши дорогие телезрители? Тогда не переключайтесь, мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Вместе мы можем создать одну единую нацию, чтобы завоевать мир для Христа. В книге описаны знамения и чудеса, которыми Господь призывает своих детей покаяться. Если вы хотите испытать на себе всемогущество Божьего Духа, Божьей любви, Божьей силы пробуждения, тогда зайдите на наш официальный сайт sidrot.org. Все это возможно для вас сегодня и сейчас. Узнайте, как стать одним новым народом. sidrot.org. Это сверхъестественно. Мы снова на программе, у меня в гостях Кэти Сузан. Хочу сказать вам, что очень воодушевлен. Я чувствую присутствие Бога. Мы недослушали историю Кэти про женщину, которая говорила обидные слова, и впоследствии у нее сильно болели зубы. Расскажи нам. Все, что мы говорим плохого, обращается против нас. У меня была встреча с женщиной, которая очень обиделась на свою подругу. Она наговорила много обидных слов в ее адрес. Я рассказывала о своем откровении, о двух необходимых шагах. Я рассказывала о болезнях в ротовой полости, когда эта женщина почувствовала боль в зубе. У нее вдруг там появилась дырка, она нащупала ее языком. Как только она покаялась и призвала силу Господню, ее зуб исцелился. Зуб был абсолютно ровным и гладким. Она была очень удивлена. Она ходила в туалет три раза, чтобы убедиться в том, что произошло. Ее друзья три раза проверяли исцеленный зуб. Она пришла к нам в аудиторию и громко сказала, «Я просто в шоке!» Другой раз я посещала тюрьму. Мы с Сидом ведем там наше служение. Там была осужденная, которая сильно обиделась на полицейского. Этот полицейский испортил ее личные вещи. Я ее спросила, «Ты обижена?» Она ответила, «Да». Я, «Что случилось?» Она, «Один из полицейских, испортил мои вещи, он не имел на это никакого права». Тогда я сказала, «Давай попробуем исцелить твою душу». Ты произносила проклятие в адрес полицейского. Обидные и злые слова. Было такое?» Она сказала, «Конечно». Я знаю, что у тебя проблемы с зубами. «Ты хочешь исцелиться?» У нее тогда очень болели зубы. И тут она начала каяться. А я призывала силу Господню исцелить ее. В тот же самый момент она была исцелена, и боль исчезла. Там было еще много женщин. Я рассказала им эту историю и спросила у них, «Кто из вас обижен на полицию?» «Поднимите руки!» Все, кто там был, подняли руки. Мы вместе с ними прошли два шага к исцелению. Женщины начали исцеляться, и это было удивительно. Я бы хотел, чтобы ты, Катя, рассказала нашим зрителям подробно, что нужно сделать, что говорить. Пожалуйста, распиши эти два шага. Хорошо. Коротко, за три минуты. За три минуты, хорошо. Давайте вспомним, сколько раз за день мы обижаемся. Давайте призовем Господа и попросим Его омыть нас от этих грехов своей кровью. Господь, я призываю Твое благословение на каждого присутствующего на программе и на тех, кто смотрит нас сейчас. Силой своей святой крови мы просим Тебя очистить все наши обиды, омой все наши грехи. Мы каемся в обидах на наших супругов, на наших детей, наших друзей, наших родных, начальников и пасторов. Мы каемся, и каемся в наших обидах на окружающих людей. Мы каемся в обидах на ситуации. Мы просим Господь очистить Своей всемогущей силой кровью от греха обиды. Мы не хотим болеть. Господь, мы не хотим, чтобы кто-то болел от наших обидных слов. Господь, прямо сейчас очисти нас от греха Своей всемогущей кровью. Во имя Иисуса Христа. Давайте все вместе скажем «во имя Иисуса Христа». Обычно на этом все и заканчивается. Мы просто говорим «очисти кровью». Именно здесь кроется корень наших проблем. Мы останавливаемся на крови. Но это не все, что сделал Христос. Христос воскрес. Его тела больше нет в гробнице. Вы должны принять и крест, и воскрешение Его. Они всегда вместе. Мы должны принять оба эти действия. Христос умер за нас на кресте, но Он также воскрес для нас. Сила воскрешения — вот что мы должны призвать сейчас. Давайте помолимся. Господь, я прошу силу Твоего воскрешения исцелить наши души. Пусть они станут совершенными. Мы призываем силу очистить и исцелить наши души так, чтобы они стали совершенными. Совершенная душа. У меня совершенная душа. У меня совершенная душа. Я преисполнена силой. Я преисполнен силой. Мои раны. Мои раны. Исцелены. Исцелены. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Каждый раз я грешу. Каждый раз я грешу. Когда обижаюсь. Когда обижаюсь. Это ранит мою душу. Но твоя сила... Но твоя сила... Воскрешение. Воскрешение. Исцеляет и наполняет меня. Исцеляет и наполняет меня. Она проникает в душу. Она проникает в мою душу. Исцеляет каждую рану внутри меня. Исцеляет каждую рану внутри меня. У меня совершенная душа. У меня совершенная душа. Мы очень рады, что у тебя совершенная душа. У меня тоже совершенная душа. Давайте встанем. Вставайте! Восклицайте! Благодарим тебя, Господь! Спасибо тебя за то, что ты исцелил всех нас! Смотрите в следующем выпуске. Есть некоторые вещи, которые мы наследуем от наших прародителей род за родом. Это происходит из-за открытого окна для греха. Грех передается от поколения к поколению. Нам передаются болезни, беднота, проблемы в семье, сердечные приступы. В конце концов, инсульты. Эту дверь можно закрыть прямо сегодня, если вы знаете об этом. И мы расскажем вам, как это сделать. Поэтому будьте внимательны и настройтесь на исцеление.